Добрый день, Сергей! Добрый день, Татьяна! Хочу представить нашим зрителям Сергей Чуб, общественный деятель из Севера Донецка, которому сейчас пришлось эвакуироваться уже во второй раз, потому что до 2014 года Сергей жил в Первомайске, правильно населенный пункт называют? Да, Первомайск, Луганской области. Да, который был оккупирован в 2014 году. А теперь опять русский так называемый «брат» пришел освобождать Сергея и уже второй раз выгнал из дома, а теперь из Севера Донецка. То есть, как шутит сам Сергей, дважды беженцем. Беженцем-рецидивистом стал Сергей. И при этом известный общественный деятель Луганский. Рада очень видеть. Сергей, скажи, пожалуйста, какая история, какая ситуация сейчас происходит на Луганщине? Некоторые люди не особо хотят эвакуироваться, но военные украинские говорят, что это делать непременно нужно, потому что враг уже скопил огромное количество сил и собирается уничтожать. Ну, мы понимаем, что оккупировать или освобождать – это в представлении русских. После Буча и Мариуполя нам понятно, что это синоним слова «уничтожать». То есть, превращать Донецкую и Луганскую область на сейчас подконтрольные части Украины, превращать их в Мариуполь, в бомбардировки устраивать. Так или нет? Татьяна, ну смотри, Мариуполь сейчас у всех на устах, потому как, ну, действительно, там очень большие разрушения, очень крупный город, там, по-моему, до 500 тысяч населения. Его показывают все каналы, весь мир о нем знает. Ну, я тебе скажу так, что на данный момент в Луганской области города Попасная и Рубежная, которые подвергаются штурму уже около месяца, они по разрушениям не уступают Мариуполю. Жертвы, конечно, мы сейчас не можем никак сопоставить, потому как Мариуполь частично оккупирован, и Попасная и Рубежная в Луганской области тоже частично оккупированы. Да, все западные разведки и СМИ преподносят сейчас как бы программу минимум Путина, это взятие Донбасса в Дню Победы, ну, именно в административных границах Луганской и Донецкой области. В Донецкой области там камнем преткновения стал как бы Мариуполь, пока они его не возьмут штурмом дальше, они не продвигаются. Ну, а в Луганской области это вот эти вот города, которые остались. Это половина района, чтобы ты понимала. Половина Северодонецкого района сейчас только контролируется в ИСУ из восьми. Луганская область после реформы состоит из восьми административных единиц районов. И вот пол района Северодонецкого только контролируется на данный момент. Это города Кременная, Северодонецк, Рубежная, Попасная и Горская громада. Там ситуация очень печальная, потому как круглосуточно идут бомбардировки. Мирное население оттуда, ну, кто мог уже выехал, остались только те старики, которые там не могут физически выехать оттуда. Ну, либо люди, которые находят в этом какое-то утешение. В смысле, симпатизируют оккупанту? Ну, есть и такие, да. Я, кстати, слышал неоднократно заявление того, что на оккупированную территорию никто не выезжает из Луганской области. Ну, это вранье. Очень многие выехали на оккупированную территорию из Северодонецка и других городов Луганской области. Многих насильно вывозят в той же Попасной и Рубежном. Те районы, которые попали под контроль оккупантов, из них вывозят насильно гражданское население. Вытаскивают из бомбоубежища, подвала, укрытия, где они прячутся. И вывозят, как бы преподносят их, как вот жертв нацизма. Кого заставляют, кого уговаривают, говорит, что их обстреливает ВСУ. Кто-то сознательно переходит и предает, скажем так, страну. Ну, в частности, мы с тобой упоминали мэра города Рубежного Сергея Хорки. Пока не упоминали, об этом надо изначально подробно рассказать. Чуть позже, чуть позже. Это отдельная очень важная тема. Отдельная, отдельная тема. О предателях мы поговорим подробнейшим образом. А пока я бы хотела, чтобы ты закончил обрисовывать ситуацию. То есть я правильно поняла, что Луганская область в значительной мере уже захвачена, да? Да, скажем так, с 24 февраля они сразу буквально за неделю взяли под контроль три района. Это Счастинский, Старобельский и Сватовский. Там уже администрации ЛНР созданы, уже там назначены керевники. Уже вводится туда рублевая зона и пытаются даже запустить образование на русском языке. Без украинского, что самое важное. Хотя они требуют на всех переговорах введения русского как второго государственного. На оккупированных территориях образование они вводят исключительно на русском языке, без украинского. Ситуация такая. То есть осталось им взять Северодонецк, получается, да? Ну половину Северодонецкого района, вот эти 4-5 городов, которые пока сопротивляются. Ну они сопротивляются там благодаря героизму вооруженных сил Украины, потому как местная власть, это тоже отдельно стоит отметить, она фактически сдала Луганскую область повторно. Как это было в 2014 году, так это было и в 2022. Никакой подготовки к войне не было проведено. До последнего дня они воровали деньги из бюджетов, просто в тупую отмывали на каких-то социальных программах по завышенным ценам. Ну это все делала команда Гайдая. Ну Гайдая сейчас национальный герой, его все цитируют, его все хвалят, говорят, что он организовал эвакуацию, организовал сопротивление. А сейчас вот конкретно есть возможность эвакуироваться? Вот сегодня, завтра может быть эвакуироваться? Сейчас преподносится как герой, потому как монополизирована полностью вся информация из Луганской области. Ты больше не увидишь и не услышишь никакого другого мнения, только мнение главы вейского цивильной администрации Луганской области. Ну, чтобы вы понимали, ни одно бомбоубежище в Луганской области не было подготовлено к боевым действиям, хотя за месяц или за два все знали о том, что нападение будет. Не была создана территориальная оборона. Сейчас вот блогер там Северодонецкий, известный, публично обвинил в этом главу Северодонецкой вейского цивильной администрации Александра Стрюка в том, что тероборона была, ну, как это называется, ящиком пустым. Есть глава теробороны, ничем не наполнена. Ну, как-то так, эвакуация началась спустя неделю или две. Ну, насколько мне сообщали, все руководство области 24-25 отсутствовало вообще на рабочих местах, они выехали из области, убежали. Ну, потом, когда увидели, что армия все-таки сопротивляется, они вернулись. Ну, и начали как-то спустя неделю какую-то эвакуацию, снабжение гуманитаркой. Ну, а так, ситуация, в частности, в Северодонецке, это я могу тебе из собственного опыта сказать, очень печальная была. В убежищах, бомбоубежища не были оборудованы вообще никак. Так, убежища, которые находились в школьных подвалах, собиралось до тысячи людей, которые сидели там без света, воды, связи и каких-либо сопутствующих там снабжений. Вот это подготовка. Надо сказать, если уж пошла такая пьянка о том, что власти, еще партия регионов, как мы знаем, как мы помним, до 2014 года готовила оккупацию в Луганщине и Донечине. Партия регионов активно работала на то, чтобы отдать Луганщину и Донечину, когда придет от их начальства московского приказ, спокойно отдать оккупанту. Они все для этого делали, если честно говорить. И после 2014 года почему-то на территории Луганщины и Донечины все-таки пророссийские силы побеждали. Мы поговорим чуть позже с тобой о том, как ты думаешь, изменится ли эта ситуация после того, как людей разбомбили, уничтожили в Мариуполе. По некоторым подсчетам будет десятки, это в хорошем случае, а скорее сотни тысяч пропавших без вести, потому что сейчас оккупанты уничтожают трупы. Это, я думаю, повлияет все-таки на мировоззрение всех. Но пока я бы хотела такой вопрос додать. Кого можно обвинить? Вот ты говорил в Рубежном, что там коллаборантом, гауляйтером фактически, стал местный городской голова, да? Да, Сергей Хортьев. Ну, Рубежная это как бы отдельная история, которую мы с тобой планировали обговорить. Как на Луганщине где-то с года 2012, я так думаю, российскими спецслужбами сначала под эгидой Александра Януковича была введена такая альтернатива для крепких хозяйственников от партии регионов. И у нас, и у вас частично в Донецкой области, это в Горловке было, там был такой Герасимов от команды Шахова, Артур. Он потом переобулся и быстренько под Порошенко побежал. Эти, ну как, они представляют беспредельщика. Вот как, знаешь, в криминальные 90-е приходили беспредельщики, обижали какого-то терпивого бизнесмена. Терпивого бизнесмен бежал к хорошим пацанам, хорошие пацаны приходили и защищались за него. Так и был разработан вот этот проект, сейчас он называется «Наш край». Он по наследству переходил от администрации президента Януковича к администрации президента Порошенко. И от администрации президента Порошенко он благополучно перекочевал к Зеленскому. Ну то есть он обслуживает администрации и офисы президента бессменно. Он занимается обналкой и курируется, соответственно, СБУ и национальной полицией. Вот в рубежном от этой команды Шахова нашего края за сахар стал мэром Сергей Хортьев. Он не единственный, который от этой команды сейчас принял присягу, наверное, СЛНР. Ну и рассказывает, что ВСУ издевается над жителями местными, бомбит мирные города, клеймит там позором проукраинских активистов, власть украинскую, Европу, хунту, нацистов, всех кого угодно. Еще раз, это представитель команды «Наш край» из близкого окружения, ставленник Сергея Шахова. Да, это фактически команда «Наш край» взяла под контроль рубежная на последних выборах в 2020 году на местных. А напомни, пожалуйста, нашим зрителям, кто такой Сергей Шахов. Сергей Шахов – это обычный меняловолючек, который там просто стал на потоке конвертационных центров в лихие 90-е, а в 2000-х начал заниматься политикой активно с помощью тех же самых СБУшников и политтехнологов. Он сначала завел мэра Стаханова от своей команды, там Борисов был такой, его судили потом за тот же самый сепаратизм он получил там несколько лет, отсидел, даже два из них, по-моему. Завел он от партии, как партия Ветренко называлась, я уже забыл, прогрессивные социалисты. Прогрессивные социалисты. Тесно дружил он с коммунистами, потом в 2014 году резко переобулся и начал обслуживать Порошенко, купил франшизу «Наш край» по Луганской области, ну а до того его связывали с Александром, стоматологом Януковичем, он там его обслуживал. Ну, был обнальщиком семьи Януковича, потом обнальщиком Порошенко, сейчас занимается тем же самым Презеленском. То есть криминальный деятель, фактически, да, уголовник из 90-х, который все время так или иначе был близок к пророссийским силам, коммунисты, прогрессивные социалисты. И сейчас в его нашем крае, насколько я помню, на прошлых выборах Верховную Раду, он провел своих людей уже от ОПЗЖ, мажоритарщиков. Ну, там один был от ОПЗЖ, в основном все шли от нашего края. Ну, как там было, я насколько понял, четверо, четверо их зашло всего по мажоритарке от Луганской области. Из шести округов там случайно прошло. Фактически всю Луганскую область мажоритарная округа, ну не всю, четыре из шести взял шахов с помощью подкупа избирателей, просто раздавая избирателям сахар и деньги. Да, да, да. Ему просто позволили... Таня, подожди, я тебя перебью. Ему просто позволили скупить все округа. Он не завел шесть депутатов по мажоритарке только потому, что, допустим, 105 округ, там его попросили убрать своего кандидата, по счастью, в пользу Сергея Медведчука, меньшего брата Медведчука. Он убрал оттуда своего кандидата, но там просуетился Ахметов и через ТЭЦ Счастинскую завели Викторию Гриб, потому что счастье это... Там такой очень маленький округ, буквально... Тоже пророссийскую тетку, которая выступала с активными пророссийскими месседжами. Ну, знаешь, Ахметовских считают даже сейчас как проукраинскими. Это ошибка, это большая ошибка. Вот сейчас запретили. Ну да, это такие же. Запретили там всякие блоки, сайда, всяких там социалистов, а наш край не запретили. Хотя на Луганщине предатели, гауляйтеры, коллаборанты из группы наш край. Правильно я поняла? Ну, ты же понимаешь, что они не ведут отдельную политику от Офиса Президента. Им сказали голосовать этот закон. Шахов со своими бойцами четко голосует с властью, поэтому их не трогают. Хорошо. Предатель в рубежном. Это представитель нашего края или оппозиционного блока? За житя. Да они там настолько сплелись. Ну, то, что он заходил за счет сетки Шахова в рубежном, в головы, это однозначно. По-моему, сетки подкупа, надо уточнять. Ну, благодаря подкупу сеткой Шахова. Там же много предателей, в том числе и из висково-цивильных администраций. Вот сейчас Станишно-Луганскую ВЦА возглавлял, там я не помню, как его фамилия. Он тоже принял присягу на верность ЛНР, хотя он возглавлял висково-цивильную администрацию. Его никто не выбирал. Об этом сейчас молчат. А его как фамилия? Гайдай не говорит об этом. Как зовут этого человека? Я не помню сейчас, это надо смотреть. Ну, он возглавлял там ВЦА поселковую Станишно-Луганскую. То есть, в Станице-Луганской тоже бывший руководитель военно-гражданской администрации перешел на сторону врага? Да. Еще какие есть предатели? Много замов, много полицейских присягнули ЛНР и сейчас сдают там проукраинских активистов по Сватовскому району, по Старобельскому, по Счастинскому тому же. Очень много предателей. И они находились на государственных посадах. Я не знаю, как они спецпроверку проходили. Но это до того еще можно добавить, что до войны, как бы вместо подготовки к войне, чиновники Гайдая, в том числе и войсково-цивильная администрация, они занимались приобретением техники, спецтехники в частности, троллейбусов, снегоуборочных, мусороуборочных машин, производства МАЗ белорусской. Хотя Беларусь и Лукашенко уже находились под санкциями. Известно тебе, где сейчас Сергей Шахов? Сергей Шахов? Да, скорее всего, в Киеве, говорят, он там голосует, ну как надо. Депутат ручной. То есть он не убежал, да? У офиса президента. А ему кто угрожает? Не убежал никто из тех, кто там занимается этой деятельностью у нас в Луганской области. Как ты думаешь, повлияет эта ситуация на жителей? Поймут люди в результате на Луганщине, на Донечине, что они были неправы, когда голосовали за ОПЗЖ, за других предателей, за вот эти вот партии карманные, пророссийских деятелей, таких как Шахов, таких как Ахметов, тоже наплодил там кучу партий в Донецкой области, там и порядок, и как только они не назывались. Много вариантов там было названий. Какое-то там развитие. Их не все сейчас запретили. Поймут ли люди, что они, голосуя за пророссийские силы, практически, ну, голосовали за смерть, потому что свое истинное лицо, точнее, свой звериный оскал русский мир сейчас показал во всей красе? Ужаснулись бывшие избирательного ОПЗЖ от того, что произошло в моем упоре? Ну, или в других городах? Я не уверен, Тань, что со многими это прозрение произойдет, потому как многие до сих пор смотрят российское телевидение и полностью уверены, что города Луганской области бомбят ВСУ. Несмотря на то, что, вот, как бы, война идет 8 лет, фактически украинской власти и не было в Луганской области. Все... Подожди, даже если ты совсем тупой варенок, какой-то среднестатистический человек, ты же понимаешь, что до 24 февраля ты как-то жил неплохо, может быть, в Северноменске. У тебя был какой-то, ну, бизнес, у тебя была нормальная отремонтированная школа, может быть, красивый сквер до 24 февраля. А начиная с 24 февраля, когда началась так называемая спецоперация, тебя начали бомбить. Так какие... Какая украинская армия? Что, логика вообще отсутствует? Мне кажется, ты сгущаешь нас. Я просто верю, что жители Донецкой Луганской области вот такие дебилы. Просто извини. Я тебе расскажу случай из своего опыта. Вот где-то 28, может быть, февраля, может, начало уже марта. Идет бомбардировка Северодонецка. Прилетают мины уже по школам, по домам. Так, что-то у нас... Да, ты потерялся на минуту, да? Я отклонил звонок. Я выхожу из бомбоубежища, стоит сосед мой по дому, ну, весь трушен после бомбардировки. Я говорю, вот это что творят? Я немножко ходил домой, смотрел телевизор. Ну, российский, разумеется. Ну, там четко сказали, что это нас украинская власть бомбит. Вот представь, чем он думает. Вот неделя войны уже идет. Это неделя после 24 февраля. Всего война, 8 лет у нас идет. Часть Донбасса оккупирована, Крым оккупирована. А где они берут от российской тарелки, если оно у нас не блокировано территорию Украины? В спутниковых антеннах ловят? Как они его на... Ну, а кто спутниковые? Спутниковые тарелки никто не блокировал. Телевидение, допустим, на прифронтовых территориях, то же самое, вот Золотой Огор, Счастье, Станица. Все оно показывает российское телевидение, потому что, несмотря на заявление и трату 200 миллионов долларов на вышку телевизионную в Камышевахе, она так и не заработала. Это все саботаж, вранье и воровство. На самом деле, из Луганской области последние годы, наоборот, выдавливались проукраинские активисты. Здесь, если кто и назначался, то это те, кто работал раньше в партии регионов. В то же время, Сережа, опросы, проведенные во всех областях, не исключая восточные, не исключая дальнейшенную Луганщину, показывают абсолютную тотальную поддержку нынешней власти, ее проукраинской абсолютно позиции, государственной позиции и поддержку вооруженных сил Украины. Ну, абсолютная поддержка вооруженных сил Украины в Украине, это сейчас как бы нормально, потому как... Я тебе рассказываю о тех прифронтовых территориях, которые еще там, скажем так, кишат теми ватниками, которые не знают, куда метнуться. Они в большинстве своем уже переезжают на оккупированные территории. Если ты проведешь аналогичный опрос на, допустим, оккупированной территории, где тоже вроде как украинские граждане живут, результат будет кардинально противоположный. Люди голосуют за власть, абсолютное большинство, 80% населения, это люди лояльные к власти. Ты согласен? Не важно какой. Ну, я думаю, не важно, да. Да, печально выглядит это. Я думаю, что... Надеюсь все-таки, что ты немножко преувеличиваешь, потому как это слишком... Сам хочу ошибаться, но тем не менее... Ситуация с Луганской областью, как и с Херсонской, ты ж видишь, провалена полностью. За считанные дни взята, считай, вся Херсонская область. Да, люди в Херсонской области с риском для жизни выходят на массовые протесты. Люди в Херсонской области, рискуя жизнями, будучи преданными отчасти, отчасти местной властью, ну, там, например, есть Рыщук такой в Олежках, населенный пункт маленький. Тем не менее, люди борются за Украину, а на Луганщине ты такого не наблюдал? Ну, кстати, не буду я действительно сгущать краски. Сватово, Старобельск, Марковка и остальные города, поселки, там проводились тоже проукраинские митинги, и действительно оккупанты были шокированы, их никто не встречал. Но это простые жители. Вот просто активисты, там, какие-то жители, которые понимают граждане, что русский мир, он ничего хорошего не несет. Это прифронтовые, скажем так, соседствующие с Россией поселки, которые видят, что творится в Луганске, что творится в том же Алчевске, Стаханове, Первомайске. Оккупированы давно. Выходили, вот сейчас эти предатели сдают. Что творится в подконтрольных ЛНР, так называемом, да? Ну, вот сейчас, да, эти районы, которые оккупированы, Старобельский, Сватовский и Счастинский, сейчас там занимаются именно репрессиями против вот этих проукраинских активистов, которые выходили на мирные акции протестов. Оккупационные администрации? Да. В чем заключаются репрессии, что там происходит, расскажи подробнее. Ну, я читал и слышал информацию, многих забирают на допрос в комендатуру или администрации, проводят с ними собеседование, вычисляют людей, служивших в батальонах добровольческих и их родственников. Ну, такие работы проводятся. Запугивают учителей, требуют от них все-таки начать учебный процесс с учетом российской программы. Такая работа проводится. Ну, также работа идет со служащими администрации разных уровней, потому как нужно наполнять чем-то эти институты государственной власти, квази-государственной, хоть и как-то. Желающих там действительно не очень много. Но в рубежном нашелся предатель, правильно? Ну, то, что в рубежном нашелся там голова, который, как бы, он все время не скрывал своих взглядов пророссийских. И его там, из его команды несколько человек рубежно, ты пропал опять. Да-да-да, ты вернулся, да-да-да, говори еще раз про рубежное. Ты пропал на время. Рубежное, я говорю, это как маленький Мариуполь сейчас. Там разрушена вся инфраструктура, нет целых зданий. Оно бомбится уже три недели, наверное, с применением авиации и тяжелой артиллерии. И вот этого пророссийского мэра, его же избрали, который перешел на сторону оккупанта, правильно? Да. За него проголосовало, большим честно, пришел на выборах в власти, да? За него проголосовали. Ну как честно? Не честно, с помощью подкупа. В городах Луганской области сетка Шахова примерно из количества избирателей насчитывает процентов 30. В каждом городе, на каждом избирательном округе или участке они формируют сетку приблизительно из 30% избирателей, и там плюс-минус какие-то проценты личной симпатии, и у тебя готовый мэр или готовый депутат. То есть, по большому счету, там-то и не было честных выборов, если на выборах все решают деньги. Это же уголовное преступление. Я помню, что когда были выборы, мы точно так же с собой делали интервью, мы ловили. Были видео, где раздается Сахов, где раздаются деньги этой команды Шахова. Заводились уголовные дела, и все, они ничем не завершились. А в результате, в результате, эта власть, которая покупала голоса, она и предала. Да, ну вот смотри, каждые выборы, хоть местные, хоть президентские, там хоть, ну, президентские Шахов мало участвуют на последних, его сетка не было задействовано, потому как Порошенко, я так думаю, был поставлен в условия, чтобы не задействовать подкуп и админресурс. Выборы в Верховную Раду, все округа засевались, и видишь, прошло 4 кандидата от нашего края. На местных выборах тоже все округа засевались, и приблизительно не менее половины депутатского состава идет от партии «Наш край». Сотни, сотни заявлений в полицию, несколько десятков криминальных проваджень, которые сразу же и закрываются. Я не говорю уже о повторных жалобах там в прокуратуру, в ДБР, в полицию с требованием расследовать эти факты. Полиция тупо ничего не делает. И это уже творится десятки лет. Это одна из самых серьезных ошибок, которая была допущена, в том числе центральной властью, и привела к тому, что, может быть, Луганщина где-то легче досталась врагу, чем могла бы достаться. Я правильно понимаю? Я думаю, да, здесь подготавливалась работа местной администрации. Ну вот я проехал по Украине в начале марта и посмотрел, какая работа с терробороной была проведена. Ну везде вот эти ежи противотанковые, везде народ стоит с оружием. У нас в Луганщине этого не было абсолютно. То есть область фактически подготовлена была под сдачу. Если я тебе там скажу, допустим, и приведу примеры глав администрации или громад, которые, рискуя жизнью, идут в противоборство с оккупационными администрациями, у нас я не слышал ни одного такого случая. Ну может я не знаю, я могу ошибаться. Как бы случаи предательства есть, а вот случаи героизма власти... Но есть случаи все-таки героизма народа на Луганщине, потому что мы видели митинги, в видео есть массовых митингов против оккупантов. С риском для жизни. Да, митинги массовые были. Я могу тебе много примеров привести. В Старобельске были, в Сватово были, в Марковке были. Я точно знаю об этом. За остальные я могу, конечно, ошибаться о поселке. Но это можно погуглить и найти. И все это отслеживалось в тех же социальных сетях. Не встречали у нас как бы с цветами русских. Никто, нигде. В общем, есть о чем подумать и какую работу после победы проводить, для того, чтобы ошибки исправлять. Что потрясает, что Шахов сумел найти общий язык из Порошенко, а теперь с нынешней властью. Он все время не попадает в число тех лиц, которые запрещаются или под санкциями оказываются. Хотя абсолютно криминальные элементы с помощью преступлений фактически контролировал Луганскую область. По крайней мере, смог четыре округа взять. С помощью преступлений. Ну, ты же смотри, что Луганская область делится электорально напополам. Вот возьми любой горсовет, постсовет, райсовет. Там половина депутатов принадлежит сейчас, ну, это ребрендингованной партии регионов, так называемой. А половина вот этой альтернативы принадлежит партии «Наш край». Которая вообще ничем по качеству не отличается. Абсолютно. Я делала, когда одна из других, Шахова, они с УПЗЖ тесно связаны. Они шли на выборы под его брендом, но они члены партии УПЗЖ. Вот я сейчас вспомнила. И не один, как ты говоришь. Я анализировала всю его команду. Ну, Лукашов, по-моему, от Луганчины. Он как-то от УПЗЖ шел, но за Сахар Шахова. Несколько человек там шли от нашего края, но они члены партии УПЗЖ были. И имеющие бизнес в ЛНР, и связанные с ЛНР. Там вся такая команда порочная у него. Ну, у нас такие товарищи шли и от «Слуги народа» тоже. Возьми того же главу партии «Слуга народа» Максим Ткаченко, депутат от Севера Донецка Кузнецов. Они тоже луганчане с бизнесом в Луганске представляли партию регионов. Да, печально. Это то, о чем нужно думать, и те ошибки, которые до сих пор не были проработаны. Спасибо большое, что нашел возможность поговорить. Держись, удачи. И все будет Украиной. Да, рада. Ну, кстати, давай закончим этим. А как ты думаешь, удастся украинским военным отстоять Донбасс? Удастся не допустить оккупанта? Или как вот твои прогнозы, твои ощущения? Татьяна, ну смотри, тут действительно я наблюдал эти все бои первые, скажем так, недели, которые проходили Севера Донецка. Золотое, Попасное. Там сейчас стоят бригады, которые очень качественно укомплектованы и мотивированы. Вот возьми Золотое, Попасное. Их сейчас защищают на жилах, можно сказать. Это 24-я львовская бригада имени короля Данила. Была 17-я танковая, Криворожская тоже. Это те самые бригады, которые в 14-м году, можно сказать, сохранили. Не дали замкнуть эти бригады в Дебальцевском котле. Та же самая 17-я танковая стояла там. Если это будет зависеть от военных, то они удержат. Предают же власти у нас, как правило. Вот возьми Дебальцевский котел. Да его бруски не взяли бы до сих пор, если бы не второе Минское соглашение, которое подписал Порошенко. Сейчас такая же ситуация. Не будем уже идти в это далекое прошлое и сейчас теребить общественность. Мы и так много такого обсудили, что может вызвать в комментариях гнев и возмущение. Хотя для меня лично... Такие люди, которые думают, что они стали предателями, это никакие не свои. Это самые настоящие враги, которые обрядились в школу патриотов. Да. И не было вовремя сделано никакой работы, никакого переосмысления, никаких выводов. И, к сожалению, майма-тысяча майма, как говорится. Спасибо, что нашел возможность поговорить. Будь здоров, удачи. Будем надеяться, что украинские смогут отстоять Донбасс. И в целом я верю в то, что Украина победит в этой страшной войне. И верю, что после этой войны мы очистимся, изменимся и больше не будем так толерантны к пророссийскому... Иначе, скажем, к русскому миру в какой бы партии, в какой бы вышиванке, под каким брендом этот русский мир не прятался бы. Ну, как, например, наш край. Это такой же русский мир, потому что мы знаем, что и в Донецкой области тоже наш край представляли люди, которые из партии регионов многолетней. И СОПЖСЖ, они тоже были в нашем крае, тоже его представляли. Все, будь здоров, пока. Слава Украине! Слава Украине! И вам слава!